На мирных митингах 5 января в семье Анар Калиева была вместе с сыном среди многих других граждан нашей страны. Они воспользовались своим конституционным правом на мирный протест. Она вышла за себя, своих детей и внука. Анар принесла с собой воду, еду, чай, потому что хотела накормить тех, кто стоял на площади перед Акиматом и требовали политических перемен. На следующий день Анар вместе с 18-летним сыном Азизом были похищены полиция. Даже без объяснений полицейские начали избивать парня и в полицию его увезли в бессознательном состоянии. Режим пытается сфабриковать обвинения в участии в массовых беспорядках и захвате зданий, но они даже не подходили к Акимату, а только стояли вместе с остальными на площади. Более двух месяцев Анара провела в заключении, пока под давлением правозащитников меру пресечения не сменили на домашний арест. Но она по-прежнему в изоляции, не имеет возможности работать и даже минимально обеспечивать себя. Что делать мне? Мама вчера звонила из скорой о том, что у нее случился сердечный приступ, о том, что ее везут на скорой. Я ее сегодня не смогла увидеть. Теперь обратно в Ускаминогорск ехать, в очереди стоять всю ночь. Вчера я всю ночь в очереди постояла, чтобы встретиться с братиком там. Мой ребенок здесь лежит. Он меня уже неделями, месяцами не видит. В феврале у активистки случился сердечный приступ. Ей постоянно требуются дорогостоящие препараты для поддержания жизнедеятельности. Также Анар необходимо носить передачи в тюрьму своему юному сыну и помогать дочери и крошечному внуку. Анар всей душой болеет за будущее нашего Казахстана. Давайте же и мы проявим сплоченность и продемонстрируем свое небезразличие. Редактор субтитров А.Семкин